Ситуация в народном собрании. Сергей Афанасьевич сказал, что у вас осталось 13 независимых депутатов, независимых от Шора. Это мои коллеги, не хочу говорить то, что говорит Сергей Афанасьевич. Но ваши коллеги вас дважды уже отправили в отставку. Вы знаете, тут вопрос не персональный вокруг моей фамилии, вопрос немножко глубже на самом деле. Я говорил о том, что Илан Шор стремится к тому, чтобы между Камратом и Кишиневым был конфликт. Тем более он не заинтересован в том, чтобы между Камратом и Кишиневым были хорошие результаты, было сотрудничество, был диалог. И поэтому он выдавливает тех людей, которые выступают за то, что между Камратом и Кишиневым должен быть в первую очередь диалог. Аргументированная беседа с доводами для того, чтобы решать проблемы автономии. И учитывая, что я последовательно выступал за то, чтобы диалог между Камратом и Кишиневым был, и сотрудничество было, они решили этого публичного политика вывести из руководящих должностей в Народном собрании. То есть истинная причина, я думаю, кроется только в этом. Второе, я открыто критиковал Илана Шора, политику Илана Шора, который ведет к эскалации конфликта между Камратом и Кишиневым. И третье, это уже назидание другим, чтобы они не смели критиковать Илана Шора и не смели выступать за хорошее отношение между Камратом и Кишиневым. Потому что кроме меня есть и коллега Моссул, конечно, Петр Фазлы, который лишился работы. Есть общественный деятель Андрей Шевель, который лишился работы в управлении образованием. То есть я не один в этой борьбе и в этих санкциях, которые введены со стороны Илана Шора. То есть истинная причина в том, что они не хотят, чтобы между Камратом и Кишиневым были нормальные конструктивные отношения. Так, и вас освободили от должности вице-председателя Народного собрания в мае. Да. Потом суд, по-моему, через две недели прямо... Нет, суд не через две недели, а через четыре месяца принял решение о восстановлении. Народное собрание пошло повторно на то, что... 13 сентября в субботу они созвали экстренное заседание. Первый раз меня отстраняли от должности на второй день Пасхи, а второй раз в субботний день. То есть, видимо, именно моя фигура мешает конструктивному и поступательному развитию гагузской автономии. Но я хочу сказать, что на этом негативном фоне высказались очень хорошие вещи. Например, мой коллега Михаил Николаевич Железогло, когда меня снимали первый раз, он добровольно сложил полномочия с себя... Председателя комиссии. Председателя, хотя он один из лучших профессионалов в Народном собрании, но человек ушел от должности, ушел от всех привилегий в знак того, что незаконно поступают с коллегой. Поэтому вот с таких даже негативных случаев нужно брать пример хорошего, да, созидательного. И для меня это намного важнее, чем отставки, которые вот... Так, вы оспорили также в суде, уже оспорили это решение? Вы знаете, даже первое решение, оно было всего лишь решением суда первой инстанции. Народное собрание подало жалобу в апелляционную палату. То есть, меня первый раз еще не восстановили в должности. И Народное собрание сейчас меня отстранило от должности, хотя я еще ее не занимал фактически, потому что нет решения апелляционной палаты. И поэтому, конечно, пришлось... А они оспорили в апелляционной палате? Да. Так если оспорили, надо было ждать, а не принимать повторное решение. Вот поэтому я и говорю, что какой-то сюрреализм происходит в Народном собрании Гогозии. К сожалению, мы не настроены на созидание, а вот только на агрессию и на выяснение отношений. Вы хотели что-то сказать по этому поводу? Я хочу дополнить. Александра Григорьевича попытались снять в пятницу. У них не собралось большинство, и они перекинули на субботу. Почему? Потому что в воскресенье или в понедельник Константинов должен был уезжать к Шору. Вот так вот. И получается, у нас чуть-чуть несовершенство судебной системы. Почему? Если есть нарушение, суд признает, что это было нарушением, Народное собрание, вопреки этому, еще раз идет на это нарушение, за это никто не отвечает. Вот у нас было так с референдумом в 2014 году. Суд отменил, они вечером опять его приняли, вопреки решению суда. Вот. И то же сделают с Александром Григорьевичем. Александру Григорьевичу просто пытаются закрыть урод за его инакомыслия. Мысли должны в Народном собрании в Гагаузии, должны только озвучиваться идеи и мысли Шора. И потому его и Григорьевича сняли, Александр Григорьевич. И депутатов, когда собрали в субботу, я не уверен. Вот я говорю сразу, говорю вам, Александр Григорьевич, что проголосовали все против вас. Почему? Потому что Александра Григорьевича уважают. Уважают в Гагаузии, уважают в Народном собрании. И может получиться так, Константинова, когда первый раз выбирали председателем народного собрания, за него не проголосовало 18 человек, за него проголосовало 16. И два бюллетена поменяли в уровне, сделали, что было, вот эти, которые были против, их просто кинули два бюллетена, которые были за. Это сделала комиссия. И при помощи Константинова. Я больше чем уверен, что сейчас получилось то же самое. И депутаты, которые проголосовали за ставку Александра Григорьевича, сразу непонятным образом им дали путевки на моря. Они поехали в общем составом отдыхать куда-то в Турцию или Анталию, куда они поехали. Вот в чем вся проблема. Проблема в том, что Александр Григорьевич сейчас простой депутат, так говорил вице-спикер, как бы получается, народного собрания, первый заместитель народного собрания. А сейчас это простой депутат, который говорит, которого даже я больше чем уверен, уже не приглашают ни на телевидение, никуда. Будем приглашать. А Константинов часто, вместе с Гуцул, часто ездят на доклад? Они ездят на доклад и за получением указаний. Вот так вот получается. И Гуцул одну не пускает. Почему? Потому что если она начинает говорить, то получается какой-то казус. Вот так она что-то ляпнет. И рядом с ней держат Кузнецова, который попал под санкции именно, я думаю, из-за этого. Который хоть как-то направляет ее учить, о чем говорит, чтобы она выглядела хоть в каком-то таком достойном цвете. Вот так вот. Ну и гагаузы, когда видят все это, им не стыдно. Александр Григорьевич говорит, что вот избрали, что они уважают власть. Вот такую власть, которую обзывают сами гагаузы, знаю. Гагаузы, я сейчас вот скажу. Не переходя на личности. Я не перехожу на личность. Вот сейчас вот идешь на выборы, вот люди сразу говорят, что-то платить будешь? Ты говоришь, нет, все. Значит, а что ты ко мне пришел? Они ждут денег, и им все равно, за кого голосовать, главное, чтобы им платили. Все, вот у нас просто Шор вот испортил вот этот электорат. И этот электорат, если закончится финансирование, он больше на выборы выходить не будет. Он привык, что за выборы ему должны платить. Шор приучил его к этому. Вот в чем проблема. Я один момент хочу добавить. Почему, возможно, в Гагаузии мало общественного мнения на ту трагедию, которую мы переживаем. И если есть эти мнения, то они единичные, нет какого-то коллективного возмущения. Дело в том, что крупнейший работодатель в Гагаузии – это исполнительная власть в Гагаузии. 7 тысяч рабочих мест, которые финансируются из бюджета. И люди ко мне подходят, ну так, не публично, поддерживают ту позицию, которую я озвучиваю. Также переживают то, что происходит у нас в Гагаузии. Но они не могут публично это высказаться, потому что переживают за свое рабочее место. Потому что исполнительный комитет имеет прямое влияние на многие структуры бюджетные, в которых работают бюджетники. Поэтому не все так, как в Гагузии, как кажется с Кишинева, что там территория Шора. Есть очень много людей, здоровых сил, которые понимают, какую трагедию мы переживаем. Но, к сожалению, из-за своего консерватизма, скромности, где-то боязни потерять работу, вот мало таких публичных высказываний. У нас даже было, когда Ирина Влах, когда шла на второй тур, и получилось, тогда подключились все центральные власти, бюджетники, должны были, вот образно отвечали, там главврач отвечал за свою больницу, пока все не проголосуют, не сфотографируют, что вышли на голосование, чтобы сделать Ирине Влах явку, то этого бы, как бы, их грозились выгнать с работы. И в оконцовке все равно в 9 часов не было выхода, и выход просто продлили до 11 часов, чтобы пока не закинули все недостающие бюллетени. Да, что касается господина Константинова, я хочу уточнить по поводу права на реплики. Он имеет такое право, и я вчера разговаривал по телефону с Дмитрием Георгиевичем Константиновым, пригласил на сегодняшнюю передачу. Он сказал, что не может, но обещал прийти. Поэтому мне будет очень интересно побеседовать с господином Константиновым. И госпожа Гуцул, также приглашение остается в любой день, когда передача на ТВ-8. Пожалуйста, в новую неделю обсудим ситуацию в Гагаузии и с другой стороны. Вы подали в суд, чтобы завершить эту тему, вы обратились в суд. И теперь что? Ждете решения апелляционной палаты или ждете решения суда первой инстанции? Или ждете новую отставку? Это два параллельных процесса. То есть ждем решения первой инстанции, но по новому делу, когда в субботу снимали. И ждем решения апелляционной палаты по тому четырехмесячному делу. А потому вас не восстановили, то есть оно не вступило в силу, потому что было обжаловано. Да. Вам зарплату за эти месяцы должны были заплатить, не заплатили? Они меня в субботу на пять минут восстановили в должности, для того, чтобы выплатить зарплату по решению суда. А, по решению суда. И через пять минут... Частично выполнили решение суда. Да. Любопытно. 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 Продолжение следует...